Валерий Гаркалин и его Екатерина Время не лечит В его жизни было много трудностей и испытаний Он начинал с артиста театра кукол И ждал своего звёздного часа много лет Славу Валерию Гаркалину принесли съёмки В комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли» Актёр, перенесший два инфаркта, переживший клиническую смерть Смог победить болезнь Но через полгода судьба нанесла ещё один удар Скончалась его супруга Катенька С которой они вместе прожили более 30 лет Перед ней он до сих пор чувствует свою вину Он играл роль Грея в дипломном спектакле По повести Александра Грина «Алые паруса» А в зале сидела девушка и просто рыдала на взрыд Сам он в такие истории, конечно, не верил И ему казалось поведение незнакомки скорее смешным Только позже он поймёт, что в его Катеньке живёт та самая соль, что верит в чудеса Он в то время заканчивал Гнесинское училище Она была старше на два года и уже работала педагогом О романе между студентом и преподавателем не могло быть и речи 7 ноября Катя позвала к себе домой целую компанию Был в числе приглашённых и Валерий Он пришёл и остался навсегда С того момента Катенька считала этот день даже большим праздником, чем свадьба Но поначалу им приходилось соблюдать конспирацию Если бы об их взаимоотношениях кто-то узнал, Катя бы точно лишилась работы Утром они вместе выходили из дома А в театр она входила на несколько минут раньше Валерия Столкнувшись в лифте, они были взаимно вежливы Валерий называл её Екатериной Викторовной А она строгим тоном велела ему хорошо учиться Начинающему актёру учительские наставления очень не нравились Вечером он возмущался её поведением Она же просто хохотала в ответ Получая удовольствие от их почти шпионского романа Они были влюблены и невероятно счастливы Несмотря на необходимость скрываться Валерий Гаркалин признаётся, что он далеко не идеален А Кате пришлось с ним не сладко Они расписались в 1978 году Когда он окончил Гнесинское училище Сразу после окончания он работал в театре На колёсах, люди и куклы Местом прописки которого была Кемеровская филармония Много работал, но денег не хватало отчаянно Перед Новым годом он подрабатывал Дед Морозом Получая целых два рубля за один праздничный визит Очень помогали в то время тяжёлые родители Кате Он часто уезжал на гастроли Там пристрастился к спиртному Тогда жена не устраивала ему сцен и истерик Она пыталась бороться с пагубной привычкой мужа Только любовью и терпением И настал день, когда она попросила его сходить на кодировку от спиртного Он увидел такое страдание в её глазах Что в тот же миг бросил пить Катя объездила с ним вместе в половину страны Зная, насколько сильно он скучает в разлуке Тоска по возлюбленной просто не давала ему работать в полную силу И супруга, как верная жена декабриста Ехала к нему в любую точку огромной страны Они вместе мечтали о детях Но врачи заявили, что детей у них быть просто не может Когда же он снова был в отъезде, по телефону Катя пожаловалась мужу на боли в желудке Он велел ей сходить к врачу и сразу же сообщить результат Когда он позвонил на следующий день и спросил, как у неё дела, жена, счастливо смеясь, сообщила, что ждёт ребёнка Валерий долго не мог понять, при чём тут желудок и беременность А осознав, что они скоро станут родителями, вопреки прогнозам врачей, почувствовал себя бесконечно счастливым Прошло немного времени, и всё в их жизни наладилось Актёр был востребован в театре и в кино В доме появился достаток Валерий Борисович и Екатерина Викторовна жили душа в душу Долгожданная дочь Ника окончила институт и стала театральным продюсером Супруги тратили заработанные деньги не на драгоценности и дорогие наряды А на путешествия, объездив множество стран Но летом 2008 года, во время гастролей в Клайпиде, прямо на сцене, Валерий Гаркалин перенёс обширный инфаркт В ноябре того же года ещё один Верная Катя была всё время рядом, шаг за шагом отвоёвывая его у смерти Она точно знала, он должен жить Валерий встал на ноги, и его любимая супруга стала чувствовать себя всё хуже Она начала беспричинно худеть Но сама же радовалась этому, так как долгое время боролась с лишним весом Внешне она похорошела и будто расцвела Но это была очень обманчивая красота У Екатерины Гаркалиной обнаружили онкологическое заболевание Екатерина знала о своём диагнозе, но скрывала его от мужа Валерий даже не догадывался о том, что жена уходит Он считает, что она, как настоящая женщина, его щадила Перед смертью она стала плохо говорить И потому отправила супругу из больницы СМС Если и была радость в моей жизни, то эту радость приносил мне ты Она скончалась 15 февраля 2009 года в больнице На прощание Катенька написала ему письмо В котором благодарила за то счастье, что она испытала с ним рядом Гаркалину кажется, что любимая жена и сейчас ждёт его дома Тут всё осталось, как было при Кате В память о ней актёр написал книгу «Катенька» Он до сих пор чувствует свою вину перед ней За то, что во время своей болезни не увидел её угасания Она боролась до конца за его жизнь и победила А вот он не смог, не уберёг свою единственную У меня была жизнь до Кати и после её смерти Идея, что время лечит, она глупая В ней нет жизненного доказательства Всё наоборот Время не лечит, она обостряет боль Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok